Готовим лазер! Вперед идем! Ловушку быстро! Электрошок! Охотники рядом! Охотники! Когда мы вместе, нас ждет успех! Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и это обзор на охотников на привидений официально от Hasbro. Я на них смотрел еще, по-моему, в том году они появились, когда фильм вышел, вот эти новые охотники за привидениями. Очень хотел их купить, но они стоили очень дорого. А сейчас на Азоне была распродажа, представляете, вот такая коробочка, там что-то 200 рублей, там около 200 рублей, 200 рублей, так что я думаю, это вообще недорого. Брелки там что-то по 80, по 100 рублей, по 150, тоже, думаю, недорого, так что давайте мы начнем распаковку. Посмотрим сначала на фигурки, потом на брелки. Погнали, начнем, пожалуй, с вот этого парня. Зовут его Голбастерс Рэй Стэнс. Рэй. Классическая 1984 года модель, написано. Ну, типа, это классика жанра, типа, классические изображения фигурок. Написано то, что что-то открывается, что-то должно происходить. Ладно, непонятно, но мы, я думаю, сейчас разберемся. Итак, распаковка. Мне фильм, даже новый, Охотники за привидениями, где, типа, наследие, наследники, понравился. Нормальный фильмец. Конечно же, мне не нравился мультик вот этот, ретро, старый, который. И новый, еще хуже мультик. А вот фильм, конечно, это легенда. Фильм мне очень нравится. Открываем коробочку. Смотрим, что же нам внутрь положили. Так, внутри есть инструкция какая-то. Давайте сразу ее посмотрим. Если там какая-то фигня, то мы ее берем. Но, ничего интересного. Сюда ее. Так, достаем. О, это ловушка, что ли? Это ловушка с лизуном. Это, типа, мы поймали лизуна. Здесь у нас... О, он очень мягкий. Очень мягкий шланг. Как это называется? Плазма пушка? Плазготрон? Забыла, как называется у них тот прибор, которым надо ловить. Ну и все. Смотрите-ка, вот распаковка просла успешно. Смотрим. На нашего Рея. Поближе сделаем камеру. Итак, фигурка. По фигурке. Может быть, я думал, кстати, что они будут подвижные. А оказывается, нет. Очень приятный пластик. Но они абсолютно неподвижные. То есть, он просто руки наверх, ноги вниз. Все. Все, что он умеет делать. То есть, никаких точек артикуляции у него нет. То есть, колени, локти, ничего такого здесь не сгибается. Просто фигурка, как фигурка. Очень приятный принт. Принты вообще офигенские. Вот эти охотники за привидениями. Я видел, у нее даже машинка была в продаже. Но, к сожалению, по дешевой цене ее не нашел. Так. Их рюкзак. Я обожал играть в охотников за привидения. Я и сейчас обожаю петь эту песню в караоке на английском языке. Я, правда, не знаю перевод. Ну, пою просто там. Ну, слова идут там. And channels fail. And like a nail. We're in your cold. Cold busters. Вот. Прикольно получается. Особенно, знаете, когда жуков травишь на огороде. Вот. Ну, одеваешь на себя травилку. Ты себя чувствуешь вот этим охотником за привидениями. И можно как раз таки поиграть. Смотрите-ка. Я его приодел. Выглядит круто. Согласитесь. В руки входят. Они очень мягкие. То есть и руки мягкие. И сам вот этот рюкзак мягкий. То есть очень приятно все сделано. Круто. Фигурка крутейшая. Я не понимаю, почему они так дешево продаются. Они должны стоить дороже. Вот реально. Так. Потом. Мы, получается, поймали лизуна. Не понял. Типа это лизун? Я думал это ловушка. Не понял, почему так. То есть это вот такое привидение лизуна. Это не лизун. Или кто это. И тут есть кнопочка сверху. Мы жмем на кнопочку. И он открывается. И получается какой-то цветок. И как будто его съели. А. Он еще делает вот так. Если на кнопочку жмать. Он как будто бы. Что-то делает. Не понял я смысл этого всего. Вот я его застегиваю. Жму еще раз на кнопочку. Хопа. Он открывается. Какая-то странная штуковина. Серьезно. И зачем это так сделано? Пишите в комментариях. Кто знает разгадку для этой истории. Короче. Какой-то интерактивчик присутствует. Это хорошо. Давайте распакуем следующего персонажа. Алиса. Пауза. Уинья кол. Кол пастес. Так. Распаковал я нашего Винстона Зедемора. Или как? Зедемор. Или как его там правильно? Зедемор. Вот. Вот так выглядит коробочка. Опять же написано. То есть что. Оригинальное классическое изображение. Это из 1984 года. Какая-то пердушка в коллекции. А. Это типа какой-то человечек. Который. Может именно по мультику сделан. Вот этого ретро. Какой-то вот. Что-то такое странное в коллекции. Итак. Смотрим на нашего персонажа. Опять же. Выглядит шикарно. Просто шикарно. Ну серьезно. Ручка налево. Ручка направо. О. У тебя есть хобби. Бегать за мной как зомби. Р-р-р. Зомби. Т-т-т-т-т-т. Т-т-т-т-т-т. Ох. Вот так. У тебя есть хобби. Бегать за мной как зомби. Т-ти-ти-ти-ти-ти. Короче, можно поиграть в него. З-демор у него даже написано на рубашке. Вот здесь. Вот если вы сделаете поближе. Вот так. Хопа. Видите? Лук из из. Вот. Всё. Его фамилия. и так выглядит опять же шикардосно ну реально берцы да все хорошо может вот так делать у него нога назад не двигается шпагат не сможет сделать не не сможет вот это максимум что он может сделать но все-таки возраст уже человека ну что он уже не молодой так теперь по эти пушки у них одинаковые кстати мне интересно сравнить по моему да по моему они идентичные полностью полностью но по одному лекалу сделаны одеваем ему хопа сюда и вставляем ему в руку хопа чтобы он поймал призрака во все так и вот этот смурфик который у него идет вот монстр мы его застегиваем это получается какой-то толстячок толстячок у него сзади кнопочка нажмем на кнопочку не получил надо резко жмать вот так раз два три раз два три а он еще и должен эту голову поднимать все когда жмешь на кнопочку он еще и голову поднимает поэтому сверху держать не получится раз два три а испугал раз два три че слушайте надо будет видео после хэллоуин что я вообще не додумался до этого недавно был хэллоуин и кстати поздравляю тех кто отмечал что такое в это вообще невозможно играть она как-то это залипает под залипает под залипает а почему но откройся красиво о о получилось впервые получил но открывается так себе него что-то подклинивает его но в целом неплохо вот вот такая красота у нас получилось муж его на заставку поставить будет неплохая заставка вот эта штука она очень такая знаете фотогеничная охотники и яда охотники когда мы вместе на ждет успех вот так охотники рядом охотники когда мы вместе нас ждет успех так ладно хватит играться я сейчас продолжу слушать песню я за кадром слушаю на колонке как раз таки хит 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 гал бастерс о смотрите у этого точно такая же игрушка только другого цвета но это вообще не честно что зовут его эгон спай спенглер спендлер эгон эгон спендер распаковка алиса пауза и бастерс по вот он наш практически главный персонаж не знаю мне он очень нравился мне нравился пухляш и вот этот чувак но я имею ввиду не в мультсериале а именно фильме вот там сколько 2 2 2 или 3 части 2 пом 2 часть или 3 вот такой красавчик у нас смотрите в очках супер изобретатель умеет также делать шпагаты хопа возможно он даже умеет делать этот модный танец знаете когда они бегут такие как будто в воздухе парят такие по кругу хоп 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 чик 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 на думаю вы поняли меня тренды вот эти все так одеваем на него опять же хопа гол бастерс а вот давайте ему в другую руку ставлю а то у всех в это в левой давайте он будет у нас а то есть у всех в правой а он будет у нас левша сделаем так он просто для красивой картинки о так типа он запутался немного о вот такой ну как она вам хопа типа он такой идет идет спасать мир от призраков вещь ну и разумеется чирик монстряж монстряж точно такой же если жмешь на кнопочку не будет голова подниматься до до механизм точно такой же слушайте печально что они сделали их похожими могли бы сделать их совершенно разными будет ли он работать отлично он работает вообще отлично слушай вот он хорошо работает раз два три тела овощи круто тут вещь но теперь давайте посмотрим на брелочки и брелоки правильно же брелоки о банке вот он первый приведение лизун хватит тебя за у нас в детстве так шутили вот приведение лизун и помню меня в детстве был такой знаете такой шар его кидаешь стену он прилипает к ней медленно скатывается вот это была моя первая игрушка про приведение лизуна так тут написано что это оригинал все дела где-то сделано на полном китай амстердам хазбро амстердам где сделано до сделано в китае вот такой брелочек вполне себе симпатяло ему можно коем себе повесить милана уже сказала что некоторых себе заберет на сумку вешать вот галбастерс изменяется местонахождением партюр организации написано информации на этикетке от четырех лет срок службы 10 лет ничего себе то есть все 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 оригинал это какие-то распродажи со склада двадцатый год в двадцатом году эта штука была реализовал реализовывалась то есть три года они лежали на полках потом их решили продавать ну вполне себе неплохой брелочек давайте посмотрим следующий следующий у нас это вот эти стражи я так понимаю вот эти псы которые в первой части им надо было там был страж девочка страж мальчик они должны были объединиться и тогда на земле должен был наступить апокалипсис вот вот так это выглядит опять же брелочек сделано все максимально по детски то есть такие брелки знаете прям детские детские я хотела они такие жутковатенькие я бы хотел его себе лично но чтобы он был побрутальнее то есть выглядит брутально а вот такой брелочек какой-то совсем детский так ну тут все то же самое написано да все то же самое но симпатяга согласитесь мошелом заставку даже заберу следующее у нас я не помню кто это вот серьезно так переливается они очень мягенькие смотрите почему-то из них и их всех вот этот asmr все остальные нет вот это прям можно на коляску знаете повесить типа чтоб ребенок трогал там хотел на него испугает хотя вот эта мордочка наверное из всех самое доброе ну тут два добряка не вот этот добрее выглядит он выглядит все равно как-то жутковато согласитесь еще они так переливаются такие то такое ощущение как будто они светоотражающие видите у меня камера кстати давайте я сделаю потусклее а вот так а вот так ролик получше стало убавил яркости на камере и стал лучше так ну и последний брелок это зефирный человек стей пафт вот вот такой выглядит прикольно опять же ну и страшно с наш страшного теньки такой я теперь не знаю кого на заставку ставить не выглядит круто морячок зефирный морячок вот это мне нравится может быть двоих на заставку поставить а я сделаю разные заставки я сделаю заставку одну для ютюба и одну для яндекс дзена и для вконтакте сделаю совершенно другую заставку вот так вот ставьте лайки друзья подписывайтесь на канал прикольные игрухи мне очень понравились всем пока до новых встреч спасибо